В этой истории мы вам поведаем о том... Конечно же мы вам не расскажем о чем мы так поведаем, мы вам просто это покажем, так что вы можете садиться, брать чайок печеньки и наслаждаться нашей историей. Ну вот и наконец-то настал то запланированный день, когда я смогу с другом сходить в деревню, господи, где он там? Тэн-дэн, тэн-дэн. Кто здесь? Тэн-дэн, это я, давай, открывай дверь, я пришел. Тэн-дэн, ой, здравствуйте, слушай. Здорово, здорово, шо ты. Я смотрю, у вас тут убрано, а в прошлый раз тут было невероятно грязно. Нет, ну понимаешь, вот этот вот, видишь, мое создание енотища, оно иногда чудит. Спасибо. Какой у вас красивый домашний енот, а он бегает по дому или он просто... Нет, он сидит здесь и его зовут Билли Боба. Билли Боба, слушай, красивый. Билли Боба, Игорь. Билли Боба, Игорь, очень красивый. Ты тиши, тиши, он двигается. Ой, наконец-то. Он проснулся. Какие милые глазки. Ну что ж, ну... Ооо. Ооо, все, сиди, сиди. Ээээ, ну не залезла на кровать. Я смотрю на вашей кроватке, прям как котик. Вон пошел. Ладно, пусть сидит. Что ты хотел, братюшка? Ну что, давай, вот мы уже договаривались, уже давно. Давай сходим в деревню, потусим, наконец-то. Ну, пора бы уже тусануть, вспомнить старее. Ну, нет, ты что, я слишком стар уже для этого, братан. Ну, в смысле, стой? Ну, не надо. Ну, нет, почему? Лучше поможет мне? Мне нужно кое-что отнести одному парню. Ты его знаешь. Отнести? Тому самому. Ну, тогда пообещай, что в следующий раз мы сходим. Ооо, ну, в следующий раз тогда, да. Но ты отнесешь. Ладно, хорошо. Таки бы, что тебе надо помочь? Что мы пошли на дочери? Так. Вот этот вот штукенция. Ага, вот этот ключ. И мне надо передать его, да? Да-да-да, ну там и парню. А, Вадиму, все, я понял. Ну, блин, конечно же, Вадиму. Все, в следующий раз обязательно с тобой сходим. Обещаешь? Слава пацана. Ладно, я тогда в следующий раз и на человек заскочу еще. Ну, тогда ладно, я пошел. Проводишь меня? Давай. Проводишь. Все. Ладно, давай, удачи тебе, братишка. До свидания. До новых встреч. Пока. Интересно, что ты тут, конечно, за штукенцией похоже на ключ. Жаль, что Кирилл мне ничего не объяснил. Но, надеюсь, это мне расскажет Вадим. Хм. Забавная штукенция. Я думаю, что я смогу его найти на мельнице. Он там обычно тосит. Это его мельница. Ну, так. Погнали в мельницу. Эх, оторвались бы на славу. Жаль, что он не смог все-таки прийти. Хм. А вот и пристань та, на которой я провел свое детство. Помню, господи, как я прыгал с этой пристани туда в воду. Даже пару раз чуть не захлебнулся. Но, на самом деле, странно, что в деревне никого нет. Странно, а где все? Обычно тут центр деревни и должны быть люди, но... Странно, что никого нет. Но, надеюсь, Вадим у себя дома. Надо проверить. Так, должна быть он на своей мельнице. Ага. А вот и он. Вадим! Эй! Вадим! Я тебе тут вещь принес. Странно, почему-то он не реагирует. Так, что-то тут не то. Эм, какой-то он странный. Вадим! 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 Какого черта? Что здесь вообще происходит? Черт побери! Вадим! Вадим, это не смешно. Вадим, поговори со мной. Вадим, поговори со мной, не стой! Господи, что это было? И что это вообще за шаги? О, господи, кто это? Господи, почему мое тело меня не слушает? Почему я не могу идти? Ах! Ты отправишься вад со мной! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Как же все-таки болит башка-то, а? И вообще... Где я вообще? Где я? Братишка, что случилось? Где мы? Я до конца не уверен. Но что-то мне подсказывает, что мы в аду. Если вы хотите узнать, чем продолжится эта история, то не забудьте поставить лайк. И если на этой серии будет 15 тысяч лайков, мы покажем вам историю, друзья, и дальше. А также можете поставить на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Увидимся в новых сериях.